Социалистическая революция была инспирирована и воплощена евреями? Обвинение иудеев во всех бедах человечества не новость. И когда явные антисемиты обвиняют евреев еще и в коммунистическом заговоре против царя и церкви, это не что иное, как конспирология. При этом среди предводителей революции Бронштейн, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, чего уж говорить, идеологом коммунизма был еврей Карл Маркс. Дело в том, что политика государственного антисемитизма в Российской империи значительно ухудшала жизнь евреев. Ярким примером дискриминации была черта оседлости, положение, ограничивающее расселение и ведение коммерческой деятельности евреями. С другой стороны, эмансипированные и ассимилированные евреи покидали общины и местечки. Таким образом, евреи в поисках лучшей жизни и в стремлении к гражданскому равенству вступали в революционное движение. Теорию коммунистического заговора евреев активно использовало белое русское движение, а впоследствии немецкие нацисты. Все же доля евреев в революционном движении составляла только около 15%, а в Первом Советском правительстве из 15 человек был только один еврей. В результате революции значительно пострадал прежде всего еврейский народ, ярчайшее наследие иудаизма, развивавшееся на территории Российской империи веками, было стерто 70-летней ассимиляцией.